Здравствуйте мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что девчоночки, сегодня новый урок, поехали! Итак, сегодня у нас вторая Танюшкина рука. На этой руке у нас были потрясающе красивые кружева, относились отлично. Тирка вся на месте, нигде ничего не затерлось, не вытерлось, все везде замечательно. Поэтому мы по Шурику делаем коррекцию. Очень быстро снимаем старый материал, пока никто не видел, что там у нас происходило. Но на самом деле я шучу, все у нас было хорошо. В сторис, кстати, мы снимали, если кто-то видел, там был мой телефон. Итак, сняли материал, отодвигаем кутикулу, убираем триги, наносим праймер базовый гель. На этой руке у нас на безымянном пальце с детства травмированный палец. Этот палец Таня прошила машинкой насквозь или ударила об качельку. Я не помню, кто из моих клиентов каким образом травмировал свои пальцы. Но у нас здесь анихолизис, который уже никогда, никоим образом не прирастет. И сегодня в этот анихолизис у нас попала небольшая грязная какая-то капушка, которую видно на весь экран, конечно же. Лазить, выковыривать ее из-под ногтей я не стала и та не запретила. Потому что если ковырять это все под ногтем, то велика вероятность расковырять еще большую проблему. В дальнейшем, когда ноготь начнет отрастать, он сам по себе вытолкает загрязнение из-под ногтя. И оно при помощи водички аккуратненько вымоется. Поэтому ничего страшного в этом нет. Мы же тем временем выложили материал. Быстренько все это опиливаем, выпиливаем. У нас получаются наши любимые красивые короткие квадраты. Вторую руку мы сегодня будем делать тоже очень нежненькая. У нас одна рука очень нежная и вторая под статьей тоже будет нежнятина-нижнятина. Тем более вы всякую разную такую нежнятину очень любите. Покрываем у нас цвет основы. Мой любимый оттенок номерочек. Его я вам оставлю в описании. Вот такой вот камуфляжик ни к чему не обязывающий. И клиенты, кстати, этот номер тоже очень сильно любят. Как обычно покрытие делаем в два слоя. На первом слое накидываем как-нибудь. На втором слое подводим под кутикулу и боковые валики. Продолжение следует... Итак, сегодня у нас будет имитация натуральной текстуры. На самом деле замечательный дизайн. Очень все здорово. Но здесь я в данном случае совершила небольшую ошибочку. Как вы видите, сейчас ноготочки у нас ровные, красивые. Но после того, как я вывела текстуру, я не проконтролировала момент с затеканием. У меня текстура подтекла на бока моих ногтей и немножечко исказила форму. Итак, что же мы здесь сделали? Мы нанесли очень тоненькое финишное покрытие и в него капаем и разводим гель-лак более светлого оттенка. У нас получаются красивые разводы. Пока мы все это закончим, у нас еще дополнительно по мокрому финишу растечется наш гель-лак и дополнительно сделает фактуру. Что нужно было сделать потом? Нужно было с краев ноготка собрать лишний материал. Проследить за тем, чтобы он ложился в ровный направляющий. Вот это вот я не обратила на это внимание вживую и увидела только при монтаже на видео. На самом деле очень часто бывают такие случаи, когда камера искажает реальную картину. Либо наоборот подчеркивает то, чего вживую совершенно не видно. В любом случае, если вы будете повторять такого рода дизайн, обратите на это внимание вживую. Когда клиентка придет ко мне на коррекцию, я конечно же себе этот момент тоже дополнительно проконтролирую. Есть ли это в реале искажение или его действительно вживую не видно. И если не видно, то возьму свои слова обратно, можно было ничего не контролировать. Оставшиеся ноготочки мы затерли жемчужным пигментом. У нас получились такие себе очень красивые атласные ногти. Ну а на центральные пальчики мы решили сделать инкрустацию с стразами. Взяли гель-клей для страз и на него крепим стразы. Ничего сложного, главное хорошенечко утопить стразики в клей, для того, чтобы они максимально хорошо держались. И потом еще дополнительно пробежаться по краям стразиков клеем тоже не повредит. Опять же для того, чтобы запечатать стразы, для того, чтобы они никуда не делись. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...